Экономические коллизии. Сначала обвал, а затем рост рубля, как это бывает, уже породили панику. Ажиотаж вокруг банкоматов Сбербанка в Чебоксарах обсуждают во всех соцсетях. Что произошло и как будет развиваться ситуация в нашем сюжете. Россияне с жизненным опытом более 20 лет в период экономических борь ведут себя в общем одинаково. Если есть сбережения, их надо срочно вложить в дело. Делом, как правило, считается бытовая техника, автомобили, недвижимость. У людей постарше возникает непреодолимое желание прикупить соли и крупы. Для всего этого нужны деньги. Можно, конечно, использовать и безналичный расчет. Но не все продавцы могут предоставить такую возможность. Короче, наличные нужны. До сего дня банкоматы спокойно справлялись с нагрузкой. Однако после того, как поползли слухи о предполагаемой блокировке сберкарт, началось нечто. Банкоматы один за другим начали отказывать в наличности. Многие вообще перестали работать. Причем на форумах пользователи довольно грамотно все разъясняют друг другу. Процессинг в Сберии висит, потому что все ломанулись к устройствам самообслуживания. Налички в банках нет по той же причине. Я буквально 10 минут назад в продуктовом магазине преспокойно расплатилась картой. Пришло смс-уведомление. Сумму сняли, остальные деньги по-прежнему на счету. У страха глаза велики. Даже если в банкомате не будет денег, с паспортом и карточкой в любое отделение. И снимайте в кассе налички столько, сколько нужно. У нас сегодня коллеге мама позвонила с приказом о снятии денег. Так она с работы побежала в ближайший банкомат, а мы ржали. Я, например, родился и вырос в Советском Союзе. Видел все наши кризисы, но не устаю повторять коллегам. Заплатить за телефон, кварплату, газ, дополнительные занятия в школе для ребенка, кредиты, можно не отходя от компьютера. Между опытом прошедших кризисов и тупостью, и паникерством нет никакой связи. Предыдущие годы, как и сейчас, я не бегал ни за солью, ни за гречкой. И потому вообще не заметил той проблемы. При этом банкоматы остальных банков такой массированной атаки не подвергаются. Хотя владельцы Сберкарты там снимают деньги, наплевав на комиссию. Чем же вызван такой ажиотаж и какие меры принимает Сбербанк? Сбербанк ни в коем случае не блокирует никаких карт своих клиентов и не будет этого делать. У нас есть уже подтверждение международных платежных систем, что они работают в штатном режиме, и их релиз тоже в ближайшее время выйдет. Второе – это картами вполне можно рассчитываться в торговой сети, в супермаркетах, в заправочных станциях. Я сегодня сам заехал в супермаркет, все работает в штатном режиме, все нормально. И третье – это то, что учитывая повышенный спрос населения, мы переводим наши филиалы на удлиненный режим работы. Все наши филиалы будут работать до 20 часов, и ряд филиалов будет до 21 часа работать. Мы будем работать и в субботу, и в воскресенье, соответственно, все клиенты, которые к нам придут, мы их всех обслужим. Между тем, есть информация, что некоторые магазины отказывались сегодня принимать карты, объясняя, что нет связи с банком. Юрий Бычковский заметил – пусть это останется на их совести. Отдельные банкоматы предупреждают сотрудники Сбербанка. Из-за нагрузки отказываются работать, проще говоря, зависают. Это явление временное, так же, как и лимиты на выдачу денежных средств. Есть лимиты, определенные в наших филиалах по наличности. Я прошу с пониманием отнестись к наших клиентам. В том, что этот ажиотажный спрос привел к тому, что в ряде банкоматов заканчиваются деньги вне планово. Поэтому у нас сейчас и инкассаторская служба работает вне планово, загружает дополнительными деньгами банкоматы. Поэтому прошу отнестись с пониманием. Я думаю, ситуация – это временно. Словом, все это мы уже проходили. Чем больше поддаешься панике, тем дольше продержатся негативные явления. Честно признаюсь, один раз в жизни по неопытности я тоже запаслась солью. Было это в 1998 году. Я ем ее до сих пор. И до сих пор стыдно. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.